Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы! Мое отдельное вам здравствуйте! Поговорим о Самвеле и Демиане. Ну что ж, посмотрела я ролик. Ребята, где приезжает Самвел, маменька, сплять, разложены вокруг нее кулинарные книги для диабетиков. Мама, наверное, выбирает себе достойное меню, чем бы удивить и порадовать себя любимую, а также, конечно, Самвелла. И, ребята, момент, только услышала его голос, и все, мама проснулась счастливая. Вы знаете, прям на крыльях любви подпрыгнула с кровати. Давно я от нее не видела такой дерзости и резкости, вот прям именно резкости. Все больше мы в последнее время слушаем, конечно, про очередное падение, 8 сломанных ребер, а тут такой эффект. Наверное, мама решила работать над контентом. Ведь, как она сказала сама, хватит плохого, нужно снимать хорошее. И вот здесь, ребята, я даже усомнилась и удивилась, а спала ли маменька? Или это очередной ее театральный шедевр? Ну, а мамына прическа, конечно, заслуживает вообще отдельного упоминания, потому что, ребята, это отдельный вид искусства. Высший пилотаж, я не знаю, шедевр. Вот она встает, и вот этот взрыв на макаронной фабрике, или я упала, тормозила головой, не знаю, как это назвать, но это просто, конечно, нечто. И самое главное, вот эта прическа не смущает никого, ни самого носителя, ни ее личного оператора. Никто не сделал такой маленький намек, что причесаться бы вот в аккурат было бы просто идеально. Но мамка красива и так. Красоту ведь ничем не испортишь. Ну, а далее мама с ревизией проследовали на кухню. И что мы там видим? Ребята, думала чего-то у меня со зрением. Наверное, в глазки я активно балуюсь. А там, пожалуйста, и яблочки запеченные, и запеканка сготовлена. И интересно, кто же это все делал? Я так думаю, у мамы появилась новая подпольная подружка, которая пришла, быстренько все приготовила и убралась во своясе. Интересно, когда нам о ней расскажут, а еще круче, когда нам ее покажут. Потому что пока была только одна Зина, подобных изысков мы у мамы не наблюдали. Поэтому что-то за этим кроется. Кто-то мамку приходит, обслуживает. Но как рад Самвел. Он действительно уверовал в то, что маменька это готовит все собственными ручками. Наконец-то, с таким годиком она освоила духовой шкаф и теперь умеет им пользоваться. Включать, выключать, а также готовить. И теперь Самвел точно не останется голодной. Ведь, согласитесь, все человек делает для того, чтобы мама покинула наконец-то Игрень. Ой, мама. Самвел покинул Игрень и вернулся под теплое и уютное крылышко мамы. Ну и далее нам сообщили всем, кому нужно. Самвел отдаст пакет мамонных лекарств абсолютно бесплатно. Или отправит куда надо. Но мама как это пережила. Ребята, даже здесь был полный вообще героизм. Вот она прям взяла себя в руки и молчала. Единственное, так знаете, легко намекнула о том, что только же были куплены. Но мол, если бы еще и компенсировали хотя бы частично, вообще был бы огонек. Но Самвел был непреклонен и мама, удивительно, ребята, но не стала настаивать. И в этот раз мы даже не услышали тему денег. Действительно, человек меняется и преображается прям на глазах. Ну а далее Самвел включил маме, конечно же, Ксению Собчак. И мама вынесла свой вердикт Ксении. Ну типа, ну такое. Вот знаете, и мне вот интересно, как она оценивает в зеркале себя. Как оценивает своих детей, своих внуков, например. Вы знаете, вообще, если без Стёба самое мерзкое, что может быть, это проходиться по чьей-то внешности. Тем более тогда, когда ты не идеален. Но даже если бы ты был идеал, да, эталон красоты. Хотя пределу красоты и совершенству нет. Но сам факт, тогда у тебя хоть какие-то были бы, да, основания открывать свой рот. И даже это не даёт права проходиться по чьей-то внешности. А маме можно всё. Потому что перед нами истинная красота в её первозданном виде. И вы знаете, вот когда действительно не идеален ты, не идеальны твои дети, не идеальны твои внуки, а ты загаживаешь кого-то, выглядит вдвойне омерзительно. И вот мне интересно было бы услышать у мамы, например, не оценку Ксении Собчак, а оценку своих детей, их внешних данных, их талантов, как она оценивает их внешний вид и их красоту. Вот очень интересно было бы. Ну почему нет? Если, например, прошлась Ксения Собчак, почему не пройтись по собственным сыновьям, любимой дочечке и, конечно же, внучечкам? Ну почему нет? И согласитесь, ребята, когда ты явно видишь, что ты не идеальна, не идеальны твои дети и внуки, и вот такой вот засёр в чью-то сторону, но выглядит, мягко говоря, странно. Но Самвел хохочет, он счастлив. Что ему ещё для кайфа, жизни, полноты нужно? Чтоб мама кого-то засрала. И, кстати, удивительный момент, согласитесь, когда маме кто-нибудь что-нибудь за её внешность напишет, её бомбит и бомбит конкретно. Что мы только не слышим. И оскорбления, и маты, и проклятия, потому что затронули её семью или её лично. Но на кого-то абсолютно спокойно можно. И что это получается, как не двойные стандарты? Так нам мамка всем запрещает и требует, чтобы мы молчали. Запрещает говорить, да, не открывать свой рот. А ей, конечно же, можно. Ведь она жизнь прожила и таких замечательных детей вырастила. Поэтому, конечно же, её детей никто не имеет права трогать. Там она и глотку рвёт, бокозённая. И, конечно же, опу на британский флаг разрывает стопудово. Ну а далее, ребята, мама нам обозначила, преподнесла вот такой вот бесплатный лайфхак. Называется «Пользуйтесь, не обляпайтесь». На всех женщин нужно смотреть вечером. Когда они умоются, и вот там будет видно их истинное лицо. Что мама пыталась этим доказать, ребята, не знаю. Но она, конечно же, красива и прекрасна при любом освещении. Так же, конечно, как её самые красивые, талантливые и выдающиеся дети. Ну куда нам простым, смертным, да вот такой чуть ли не божественной красоты. Поэтому, конечно, мы верим маме, мы верим как опытному человеку. Она, наверное, кстати, ребята, может быть, знает не понаслышке. Вот она вечером умывалась, скажем так, представала перед мужчиной в истинной красоте. И, видя его реакцию, понимала, что умываться всё-таки на ночь не стоит. Ну, далее, ребята, мама, конечно, решила не ограничиваться одной. А Ксения Собчак сказала, что у неё ничего красивого нет. Ну и зацепила так лайтово, прошлась по Зыкиной. Тоже рассказала, что там большой и толстый слой штукатурки. А без неё она никакая. Конечно, ребята, ну вы представьте, да, это говорит компетентный человек. Сама шупечка Анаконда Филипповна вынесла вот такой приговор всем и вся. Наверное, всё-таки, ребята, вот это лучший показатель женской конкуренции в действии. Вот, наверное, мама почему-то начинает по внешности конкурировать с Ксенией Собчак. Вы знаете, ребят, это уникальная женщина, на которую смотришь и понимаешь, что она просто отбитая. То есть у неё кукушечки, вот знаете, разлетелись, а обратно в головоньку не слетаются. В стайку в одну они не хотят становиться друг за дружку чередой для того, чтобы человек вёл себя адекватно. Но ей, конечно же, всем можно. Ничего себе, это мама самого Самвела Адамяна. Как она часто любит всем напоминать. Кстати, ребята, Коки тоже не в восторге от Собчак и не признал её красоты. Сам Аполлон, Аполлон, сказал нет. И вот здесь мне стало интересно. Коки, покажи нам свою девушку, о которой ещё летом ты заявлял и убеждал всех, что она есть. Ты в отношениях покажи нам эту истинную неземную красоту, а мы все позавидуем. Мужики, я уверена, даже слюни пустят, покажи нам вот истинную красоту от Коки Сытника. Очень интересно бы было за этим наблюдать. Вы знаете, ребята, на самом деле ещё гажа, когда внешность начинает трогать мужик. Который тем более, ну и понятно, мы его мужиком, мы считаем просто, да, вот как стандартную единицу мужик по половым признакам. Поведение мы не затрагиваем и образ жизни. Ну, называем его мужик, да, вот потому что мужик. И вы знаете, когда вот мужик затрагивает внешность, вдвойне становится мерзко. Тем более, когда настолько не идеален, как сам Коки. И вы знаете, смотрю на это и просто ухахатываюсь. И хочется сказать, Кока, на себя в зеркальце глянь, на маму в зеркальце глянь. Ну, почему бы нет? Почему сразу Собчак? Но Коки её, кстати, давным-давно недолюбливает. И в одном из стримов он об этом проговорился. Не любит Ксению Собчак, поэтому он отправлял всех, кто хочет послушать сплетни, именно на канал Ксении Собчак. А почему Ксении Собчак? Почему к нему не на канал или к Самвелу? Они замечательные сплетницы, такие, что ещё попробуй таких поищи. Даже под подъездом не всегда таких вот встретишь. Ну, опять-таки, ребята, сразу поняла, что самые красивые люди, ТВ и Коки, вынесли свой вердикт. Нутрия и восьмерёберница конкретно, да, вне конкуренции. И они могут разбирать человека, конечно же, его внешность. Ну, и опять-таки, хочется отдельно отметить, что всё-таки не внешность, да, так украшает ярко человека, как наличие интеллекта и мозгов. Это либо от природы есть, либо этого от природы нет. И вот смотришь, да, например, на Коки и ТВ и понимаешь, что когда, наверное, раздавали мозги, их не раздавали, да, ими награждали, поощряли, скорее всего. Они эту очередь пропустили. А вообще, они мне оба напоминают, ребята, вспоминаем анекдот, да, где царь зверей сказал поделиться на группы. В одну стаю становиться красивым, во вторую стаю становиться умным. И вот бегала обезьяна в конце этой стаи и металась, не знала, к кому ей примкнуть, красивым или к умным. Вот так для меня выглядит вот этот тандем мама и Коки, два выдающихся человека. И когда, вы знаете, они затрагивают внешность, мне хочется сказать, ну, где вы были, когда эти мозги раздавали? Ну, хоть бы чуть-чуть, хотя бы капельку вас именно градили. И уже общая картинка была бы совершенно другая. И впечатление совершенно другое. А так только и остается трогать внешность женщины. Вы знаете, ребята, далеко не фанат Собчак. Не слежу вообще за ее творчеством, видом деятельности, ну, потому что неинтересно. Но сам факт, вот это очень все резало слух. И было крайне неприятно вот это вот слушать, особенно от Коки, да, вот такого истинного красавца. Но да ладно, еще одна новость. Эдик опять кричал на маму. И опять из-за падения. Кричал ей сиди дома. Чего ты куда-то лазишь? Где-то ходишь. Где-то ходишь. Вот здесь мне опять-таки стало интересно. Эдик, наверное, хочет нанять человека, который будет лазить, да, вместо мамы, где-то шариться, там, приносить ей продукты. А может, возможно, хочет сам приехать и две недельки от звонка до звонка отбыть с маменькой. Побегать вместо нее в магазины. А, возможно, хочет оплачивать доставку на дом, курьерскую службу. Вы знаете, для меня это как-то странно и удивительно выглядит, вот эта забота по телефону. Когда ты находишься на таком расстоянии, но при этом даешь указания, как ей нужно себя поберечь. Как ей нужно принимать аппараты, препараты. А что ей вообще нужно делать? Чем питаться? Почему бы не приехать и не проконтролировать? Согласитесь, ребята, я понимаю, это было бы действительно оправданием в том случае, если ты, например, официально где-то работаешь, но не можешь вырваться с работы, да, там, я не знаю, вплоть до угроз увольнения. Либо там за рубежом на заработках. Но есть вот череда, цепочка, да, оправданий, которые могут действительно срабатывать. Но Эдик блогер, независимый, свободный человек. У него нет нормированного рабочего дня, над ним нет руководства. Он свободен, как в поле ветер, извиняюсь за выражение, в жопе дым. Было бы желание, конечно, вот так просто сорваться и поехать навестить маменьку. Но нет, нафиг оно ему нужно. Но больше всего вот действительно поражает и удивляет момент, как он раздает ей указания, как нужно поберечься. Очень хорошо вот так играть, включать заботливого и любящего сына. Но Эдик как Эдик, а мама как мама. Но она ему при этом сказала закрыть рот, либо она бросит трубку. Вот такой вот новый, ребята, поворот сюжета. Потому что негоже на нее кричать. Терпеть это она больше не будет. Поставила Эдичку на место. Ну а Эдичка, как всегда, будет сопеть в две дырочки. Потому что понимает, что без рекламы маму на канале Самвела он вообще потеряет еще больше зрителей и аудитории. Если маменька не будет о нем периодически упоминать в роликах. Ну вот так вот для меня это все выглядело. Конечно же, продолжение следует. А пока я со всеми прощаюсь, ребят. До новых встреч.